Доброе утро, Бокертов! Сегодня 1 апреля 2021 года. Вы послушаете небольшую новость на иврите 5 уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новости, а потом его разберу. И теперь разберу. Ури Геллер, Омана Хушима Исраили. Ури Геллер, телепат. Оман это мастер или человек искусства. Хушим это чувство. Омана Хушим получается как телепат. Исраили, израильский. Ули Геллер, израильский телепат. Туэн утверждает, что к нему обратились люди из Британии и попросили его сдвинуть корабль, застрявший в Суэцком заливе. Теала, проливе, извините. Теала это пролив или канал. Давайте скажем. Суэц это название места. Теалат Суэц, суэцкий канал. Та Куа это застрявший. Туа застрявшая. Ури Бекеш, митцеви Тасфина, лейтракэс бамаком. Ури попросил у коллектива этого корабля, или экипажа корабля можно перевести, сконцентрироваться на месте. Сконцентрироваться можно понять в одном месте. Вебекоаха махшава уахен ицлиах лязиз. Это Сфина. И силой мысли он действительно сумел подвинуть судно. Ахен это действительно, на самом деле. Обратите внимание, слово связано со словом кэн. Да, и здесь еще добавлена буква алиф, чтобы легко было запомнить вам алиф. И слово кэн. Ахен действительно. Паршанэйну барха омер. Наш обозреватель. Паршан это обозреватель или комментатор. Барха. Я покажу, о ком идет речь. Вот это обозреватель нашего канала. И покажу вам также. Это Ури Геллер. То есть не шуточный персонал. Сегодня 1 апреля. Но новость настоящая. Он уже утверждает несколько дней, что сдвинул корабль силой мысли. Он когда-то еще в Советском Союзе по телевизору его показывали. Он часы там всем помогал завести старые. Сдвигал стулья там в квартирах. В общем, мастер такой. Итак, наш обозреватель барха говорит. Жалко, что копали там в течение недели. Чтобы вызволить это судно, пришлось проводить земельные работы. Очень тяжелые. В большом количестве, в объеме. Техника работала в Египте. А я царих лифнот леури меат хала. Нужно было обратиться к курии с самого начала. Может быть, можно сейчас попросить у него сдвинуть немного или подвинуть немного правительство в Израиле. Обратите внимание, слово левакеш, просить, подразумевает использование предлога ме, ми, левакеш, ми. Например, я прошу Таню. Дословно я скажу, я прошу от Тани. Я поставлю в описании к этому уроку соответствующую ссылку. Кому это было непонятно, послушайте. Я надеюсь, что это было не сложно и интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейт Раут. До свидания.